МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Формирование населения о предстоящих выборах реализуется в России впервые. Обходчиков снабдили необходимой атрибутикой и документами, удостоверениями, специальными сумками, планшетами, значками и шарфами. Также на их телефон установили мобильное приложение для маршрутизации обходов, опроса и учета избирателей. В Нижневартовске с 17 февраля по 7 марта будут работать более 500 обходчиков. Обходчики проходили обучение, лекции, практические занятия. Очные, заочные. Сейчас подходят к концу тестирования мобильного приложения. Мы сейчас получаем и раздаем обмундирование для наших обходчиков. Автомобили из Нижневартовска передали военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Ранее мы сообщали, что в столице Самотлора участники СВО и их семьи объединились в благотворительный фонд «Минор». На свои деньги они закупили четыре автомобиля и отправили их на передовую. Транспорт загрузили всем, что может пригодиться в полевых условиях. Маскировочными сетями, окопными печами, теплыми вещами и продуктами. Помощь собирали в Нижневартовские общественники. Бригада «Паучков», «Союз морских пехотинцев» и объединение ветеранов «Красная звезда». Накануне транспорт вместе с грузом поступил в распоряжение адресатов, которые сейчас передислоцировались на учебный полигон, где совершенствуют свои боевые навыки. Спасибо вортовчанам, морпехам, ветеранскому движению за помощь третьей ДШП «Минору» благотворительному фонду. Югорские товаропроизводители будут поставлять свою продукцию в 25 регионов и 16 стран. Общая сумма такого экспорта превысит 350 миллионов рублей. Об этом договорились на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспа» в Москве. Среди иностранных государств готовых импортировать югорскую продукцию – Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Китай, Азербайджан, Турция, Беларусь, Канада и многие другие. Участие в «Продэкспа» позволило нашим товаропроизводителям увеличить по объему продаж, расширить базу клиентов и географию сбыта. Так, югорский бренд сладостей «Этника» договорился о поставках в Крым, Татарстан, Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край. Кроме того, «Этника» провела переговоры с крупным дистрибьютором в КНР. Югорский рыбоводный завод заключил договор с компанией из Твери на поставку более 100 тонн кормов для выращивания молоди. Отмечу, на «Продэкспа» работали 11 компаний нашего округа, часть из которых сертифицированные производители органической продукции и продукции «Халель». Зрители Ханты-Мансийска первыми увидят «Хозяйку горы». Такое название получила короткометражка, созданная в рамках киночемпионата «Артмастерс» регионы. Команда «Урфо» создала мистическую драму всего за три недели. Написали сценарий, подобрали локации, создали декорации и выбрали актеров. Кстати, одним из них стал участник акции «Елка желаний», который хотел сниматься в кино. Съемки проходили в окружном центре. Фильм снимался при поддержке Департамента культуры Автономного округа, кинокомпании «Айс Медиа» и медиахолдинга «Югра». Предпоказ картины пройдет в Ханты-Мансийске 16 февраля в Югорском кинопрокате. Затем 26 февраля команда «Урфо» ожидает защита конкурсных работ и торжественная церемония награждения. Она пройдет в Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители смогут поучаствовать в акселераторе президентского фонда и получить грант на съемку полнометражного фильма. Субтитры создавал DimaTorzok